Казанский федеральный университет Казанский федеральный университет Но, несмотря на это, университету все же удалось преодолеть трудности и продолжить решать поставленные задачи. С первых месяцев начала эпидемии мы приняли самое деятельное участие в борьбе с ней. К лечению больных с ковидом оперативно подключилась наша университетская клиника. Начинается разработка тест-систем для диагностики вируса в лабораториях Института фундаментальной медицины и биологии. Для наблюдения за заболевшими иногородними студентами был организован стационарный обсерватор. Мы постарались не оставить наших студентов один на один с проблемой и в части материального положения. Особенно сильно пандемия сказалась на тех, кто приехал к нам из других регионов страны и из зарубежья. В период самоизоляции, благодаря поддержке руководства республики, наших партнеров и попечителей, всем иногородним студентам была оказана адресная помощь. Отменена плата за проживание в общежитиях и разработана программа содействия во временном трудоустройстве. В новых условиях проходила и вся приемная кампания 2020 года. Несмотря на очевидные трудности, как для абитуриентов, так и для всех сотрудников университета, нам удалось сохранить прежние, количественные и, что очень важно, качественные показатели приема. Мир поверил в нас. В этом году общее количество иностранных студентов перевалило за 11-тысячную отметку, что явилось одним из лучших показателей в нашей стране. Все это свидетельствует о продвижении нашего университета в глобальном конкурентном пространстве. Так или иначе, мы приобрели ценнейший опыт работы в экстремальных ситуациях и в целом, считаю, справились с ней, не прекращая при этом исполнение своих прямых обязанностей. Мы неплохо проработали в области развития инфраструктуры. На базе университета открылись новый научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины, общеобразовательная школа в Елабуге, центр профессиональной подготовки учителей в Казани и центр дополнительного образования для школьников и учителей, так называемый Дом научной коллаборации в Елабуге. В разработке находятся проекты под постройку новых общежитий и кампусов. Несмотря на выпавшие испытания, Казанский университет не прекратил побеждать в конкурсах на получение грантов и иных форм государственной поддержки, научных исследований и прикладных разработок. Большим достижением и признанием лидерства в стране в нефтегазохимической сфере стала победа в конкурсе на создание на базе Казанского федерального университета научного центра мирового уровня. Мы получили такую возможность в силу развитой научно-исследовательской инфраструктуры нашего университета, но главное, с помощью нашего человеческого потенциала. Потенциал наших научных работников и ученых, среди которых много молодых дарований. Благодаря им мы сегодня можем проводить большой объем как фундаментальных, так и прикладных исследований во многих областях. К нами сформированы площадки для тренсфера технологий практически во всех предметных областях. В данный момент мы работаем над созданием собственного технопарка, который, как мы надеемся, я более того в этом уверен, даст возможность вам, дорогие студенты и аспиранты, попробовать себя на поприще инноваций и практического применения полученных знаний. Не могу также не отметить и тот факт, что пандемия послужила в какой-то степени драйвером развития цифровизации в ВУЗе. Нам пришлось более активно внедрять смешанные технологии обучения, обеспечивать насыщение учебных программ цифровыми образовательными ресурсами. Буквально недавно мы подписали соглашение со Сбербанком России, которое как раз предусматривает реализацию совместных образовательных и научно-исследовательских проектов посредством внедрения цифровых продуктов. Кроме того, у нас появилась возможность и дальше проводить различные масштабные конференции международного уровня, только теперь уже с привлечением еще большего количества участников, что положительным образом сказалось на нашей репутации и узнаваемости. Объективным выражением чего стал значительный прогресс в мировых рейтингах. Так, в рейтинге Times High Education по направлению образования мы занимаем лидирующие позиции в России и занимаем 90-е место в мире, а по медицине и социальным наукам уверенно занимаем вторую строчку. В рейтинге КУЭС мы сотни лучших вузов мира по предметной области петроли и инженерии. Все это делается для будущего нашего университета, вашего будущего, мои дорогие друзья и коллеги. Обращаясь к каждому из вас, хочу поблагодарить за то, что вы сделали для родного университета, за ваш труд и стремление быть лучшими. Наступает 2021 год. Этот год, как и все предыдущие, ставит перед нами новые задачи, бросает нам новые вызовы. Только объединив усилия в работе, мы сможем сохранить и приумножить достигнутый нами высокий авторитет. Чтобы по окончании грядущего года с гордостью сказать, мы это сделали. Мы воплотили в жизнь то, что задумали. Мы добились нашей мечты. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. От всей души хочу пожелать вам, вашим родным и близким, крепкого здоровья, удачи и веры в себя. Пусть следующий год пройдет под знаком позитивных перемен и принесет каждой семье много светлых дней, хорошего настроения и нескончаемой радости. Пусть вас объединяет атмосфера добра и заботы. А все загаданное непременно сбудется. Мы будем в это верить. С праздником и до новых встреч в 2021 году.